Татьяна Кургутлова, передаю вам слово. Всем добрый вечер. Да, спасибо вам за приветствие, очень действительно горячее приветствие. Я сейчас сделаю микрофон немножко побольше. Вы мне сразу же подскажите, как вы меня слышите. Давайте так, как серьезные, как говорится, все бизнес-партнеры. Давайте по десятибальной шкале. Как вы меня слышите, как вы меня видите? На десятку это значит очень хорошо. На девятку значит что-то со связью. Отлично, потому что я с офиса, поэтому переживаю, потому что впервые. Ну, не впервые, но, в общем-то, отлично. Спасибо огромное. Видите, вот мы уже как взрослые люди, все умеем десятки выставлять. Хорошо. Ну, огромное спасибо Карине за представление, потому что всегда очень трепетно, когда тебя представляют. И знаете как, когда тебе задирают плампы высоко, все время понимаешь, что тебе нужно оправдать оказанное, в общем-то, доверие. И хочется, как говорится, выступить и выложиться по максимуму. Поэтому я предлагаю сегодня задавать мне вопросы, потому что я понимаю, что времени у нас не так много. И хочется вам помочь разобраться, возможно, в каких-то вопросах, которые, ну, пока еще каким-то образом для вас недоступны. Ну, и начну я с того, что хочу немножко рассказать о себе, чтобы вы понимали, что вы можете сегодня, в общем-то, какие вопросы, в каком направлении мне задавать. И, ну, чтобы мы когда встретились с вами где-то, то вы немножко узнали обо мне. Поэтому я расскажу вот буквально пять впечатляющих фактов о себе. Ну, вырастила 900-граммового ребенка. Это моя вторая дочь. Я считаю, что это огромное достижение, потому что таких детей очень мало в Белоруссии. И для того, чтобы вырос этот ребенок, нужно терпение. И все вы знаете, чтобы в Арифлейм вырастить директора, нужно тоже иметь терпение. Второй такой факт впечатляющий. Я взяла из детского дома ребенка на воспитание. Очень долго занималась благотворительностью, очень долго помогала детям. Мы до сих пор помогаем детям в детских домах и просто всегда очень преклоняюсь и уважаю тех лидеров, которые делают то же самое. И поэтому, может быть, одна из причин, почему я в компании, потому что компания тоже занимается благотворительностью. Но кому-то одному в этой жизни повезло больше, чем всем остальным. И этого ребенка я забрала себе. Следующий факт. Из разряда рабочих я стала бизнес-тренером. Так как, знаете, очень рано вышла замуж, завела семья, появилась семья. И, естественно, уже когда появляются дети, уже, наверное, на себя времени не так много остается. Но я решила, что на этом я не остановлюсь. И из разряда рабочих я все-таки стала обучаться. И в основном обучения были от компании «Арифлейм». Я стала бизнес-тренером. Сегодня я вам дам несколько своих упражнений и научу, как вы можете взаимодействовать со своим новичком так, чтобы это было эффективно. И вам было понятно, стоит с ним продолжать работать или не стоит. Или стоит немножко пообщаться, присмотреться к нему. Потому что за время своей практики я понимаю, что не у всех, как говорится, звезда над ним горит. И не все могут взять сразу и начать какие-то действия. То есть самостоятельные. И кого-то нужно подпихнуть, кому-то нужно подсказать, кого-то нужно научить. Ну, а кого-то уже ничем с места не сдвинешь. Вот. Поэтому, естественно, я сегодня буду вам об этом рассказывать. Научила восьмерых зарабатывать от тысячи долларов за три недели. Но это я говорю про всех своих директоров, которые у меня есть в структуре. Их уже на данный момент больше. Презентация составлялась гораздо раньше. Поэтому их уже около 12 в глубине, естественно, в первой линии. И я очень горжусь. Это мой лидерский состав. Это и золотые директора, и просто директора, и старшие менеджеры. Также одним из факторов, который я очень люблю, это путешествия. Поэтому побывала я уже в 11 странах мира. И во многих странах я была вместе с семьей. Потому что люблю путешествовать. Могу честно сказать, что до Реплеем я вообще нигде не была. Потому что не хватало денег, потому что не было такого достатка, чтобы, в общем-то, отправиться в какое-то путешествие. Ну и, конечно же, начну я с того, что моя история началась с одного мероприятия, на которое меня пригласил мой спонсор. Это мои три дочери. И вы знаете, наверное, поставьте вообще восклицательный знак, у кого есть дети. Вот кто семейный человек, у кого есть дети, и кто действительно хочет своим детям хорошей жизни, достатка в жизни. То есть всего-всего благополучия полного. Ну да, много нас таких, действительно, спасибо. Ну а поставьте циферку 2, кто еще абсолютно свободен, у кого все еще все впереди, и кто понимает, действительно, что когда-то нужно будет тоже иметь детей, и нужно будет им давать такую возможность, как научить чему-то, повозить по разным странам, показать мир. Да, вот видите, у вас маловато таких. Вы знаете, когда меня пригласил спонсор на одно из мероприятий, я пришла на мероприятие как полный негативщик. Негативщик – это человек, которому все абсолютно не нравится. Я, в общем-то, и в Фарифлэм пришла с пятого раза. Пришла только лишь потому, что неудобно стало перед соседкой. Она меня приглашала пять раз, и я подумала, что она просто обидится, и я не смогу просто смотреть ей в глаза, когда буду ехать рядом с ней в лифте. Придя навстречу, это была зима, 11 лет назад, придя навстречу вместе с ней, я, честно говоря, сидела, скрестив руки, вот таким образом откинувшись на спинку кресла, и думала, быстрее бы уже все закончилось, быстрее бы здесь уже все рассказали, и быстрее домой, был выходной день, и думала, пойти домой и сесть нормально у телевизора, как обыкновенный нормальный человек, и смотреть. Вы знаете, наверное, если вот сейчас вы меня спросите, что же мне говорили на встрече, и что повлияло, какие действия повлияли на мое решение, я вообще не вспомню. Я решила только одно. Я зарегистрируюсь, чтобы от меня отстали. Думаю, если вот мне будут предлагать каталог, то я скажу, что, слава богу, я уже консультант, мне не нужны ваши каталоги, у меня есть свой каталог, поэтому спасибо, можете больше не предлагать. Вот я прям вот, вот единственная мотивация была моя, это в этом. Но я все-таки зарегистрировалась и осталась даже на мастер-класс. Вы знаете, после мастер-класса я поняла, что я не просто состарюсь очень быстро, если я не буду делать правильно, а я просто очень быстро состарюсь, да, то есть уже буквально, вы знаете, когда человек говорит, что он моется мылом, а я вот это делала, да, то я думаю, что уже к 25 годам будут серьезные мимические морщины. И вот сейчас мне уже практически 40 лет, и я очень сильно отличаюсь от своих одноклассников, которых я периодически вижу на дне выпускников. И они все время мне говорят, ну, понятно, почему ты очень хорошо выглядишь, потому что ты работаешь с косметикой. Я говорю, конечно, не вопрос, я готова вас этому научить. Так вот, пришла я на мероприятие, сидела, очень долго все слушала, а еще, знаете, взяла соседку с собой, другую. А соседка тоже такая же, знаете, в общем-то, любит пошутить, и она столько всего вот за этот момент нарассказывала, и там было не так на мероприятии, и там было... Ну, короче, вы знаете, мы так весело провели с ней это мероприятие, если честно, я вообще не помню, что там было. Но я помню в конце одну фразу. Вышла женщина на сцену, молоденькая, и с ней была маленькая девочка, лет трех-четырех, вообще маленькая. И женщине дали микрофон, ее поздравляли с уровнем директора. И она рассказала, познакомилась, да, рассказала, как ее зовут, и тут она передает микрофон маленькой девочке своей. И девочка так яро, со всей гордостью, произносит фразу. Вот если вы сейчас держите в руках ручку, листик, если у вас есть на чем писать, вы можете ее записать, потому что эта фраза может перевернуть всю жизнь. И девочка маленькая говорит, а я директорская дочка. И вы знаете, в тот момент я задумалась, а что же мои дети в школе-то говорят? А чьи они, дочки-то? А у меня их на тот момент было двое. И я когда представила, что они будут говорить в школе, где работает их мама, а мама на тот момент работала химиком в лаборатории, ну, просто, можно сказать, такой рабочий человек. И думаю, боже, провалиться со стыда. Какая-то маленькая девочка стоит на сцене и с такой гордостью говорит, а я директорская дочка, а мои будут говорить, что да, моя мама там в лаборатории лаборантом. Думаю, лучше умереть на этом месте. И вот эта фраза до сих пор у меня в голове. Потому что сейчас, когда мои дети произносят, кем работает их мама, они с гордостью говорят, мама моя, директор компании «Арифлейм», у нее очень много офисов по всей Белоруссии, она очень успешная, и мы ездим каждый год, несколько раз на год, мы ездим за границу. И вы знаете, я начала, после этого мероприятия, я начала прислушиваться, я начала смотреть вообще, в чем тут фишка, почему вообще здесь люди зарабатывают, что же вот, что же ими двигает. И нарвалась вот на такую интересную информацию. И вы знаете, это на самом деле абсолютно, абсолютно простые истины. И если вы сейчас их поймете, то цены вам просто не будет, как говорится, в базарный день. Вы точно будете знать, куда вы идете, и зачем вы туда идете. Смотрите, есть вот два направления в жизни. Это наемные, рабочие, это люди, которых мало денег, постоянно, кстати, мало денег, мало свободного времени. Деньги есть, пока они работают. И они зависят, постоянно от кого-то зависят, от графика работы, от работодателя, боятся, чтобы их уволили. И вот представьте, еще есть категория предпринимателей. Это те люди, которые выживают на данный момент сейчас. Да, сейчас, знаете, не такой кризис, как раньше был. Раньше кризис такой был цикличный. Он, знаете, упали и поднялись, упали, ну, поднялись, трошку отжили. А сейчас немножко будет по-другому. Такой ситуации тяжелой, как сейчас, еще не было. И сейчас победят только самые мягкие, самые такие терпеливые и как улиточки, знаете, которые ползут, ползут, ползут потихонечку, не сильно, медленно. Но они будут, знаете, терпеливо идти к своей цели. И вот предпринимателей, очень жалко, конечно, вот если есть среди нас предприниматели, поставьте цифру 1, потому что я понимаю, что предпринимателям сейчас очень большие, правда, проблемы. То есть, ну, как бы, и сертификации и так далее. Но если вы сейчас, девчонки, меня услышите, то поверьте, вы поймете, что делать, как быть с вашим бизнесом. Так вот представьте, в категории наемные рабочие и предприниматели 90% людей находится. Это огромное количество. Это практически все те люди, которых мы видим каждый день. и только лишь 10% мирового капитала находится у этой категории. Есть другие категории. Это крупный бизнес. Это люди, которые серьезно работают. Инвесторы. Это люди, которые инвестируют деньги в свое обучение, в ценные бумаги. Ну, для того, чтобы в ценные бумаги, в недвижимость инвестировать, нужно иметь эти деньги, правильно? Поэтому, естественно, естественно, нужно по-другому немножко мыслить. И, кстати, вот к крупному бизнесу относится компания «Арифлейм» и работа здесь. Но работа, когда вы работаете серьезно, когда вы действительно ставите цели, достигаете их. Представьте, что к этим двум категориям относятся 10% людей, и там 90% мирового капитала. это огромные деньги. И вот, поняв эту простую истину, я решила, что я что-то буду менять. Первое, с чего я начала, это очень просто. Я поняла, что тут есть деньги, и я твердо решила, что буду зарабатывать. Первое, это, конечно, пришлось очень долго разговаривать со своими близкими, а потом и, в общем-то, действия предпринимать. Потому что я, вот, знаете как, я перестала садить картошку у мамы, уговорила маму не садить картошку, у бабушку уговорила не садить картошку. Я пообещала, что я куплю картошки столько, сколько нужно. Но чтобы они помогли мне в этом. Вы знаете, мама это первый человек, который стала мне помогать в этом бизнесе. Это первый мой консультант, который зарегистрировался. Это директор компании Арифлейм сейчас, Михеичик Тамара Анатольевна. И вы знаете, я очень рада, потому что мама за всю предыдущую жизнь никогда не могла купить себе автомобиль. И эту мечту она осуществила именно с компанией. За три года я вышла на доход в тысячу долларов и более, а кто-то всего лишь три раза посадил картошку и три раза ее выкупал. Ничего в их жизни не поменялось. Ничего. Я знаю, что это не совсем просто понять, да, стоит садить эту картошку или не стоит садить. Скоро весна. Уже совсем осталось немножко. В мае месяце, в конце апреля все вы будете думать, поехать посадить картошку или не поехать. Возможно, кто-то из вас вспомнит мой сегодняшний вебинар. Пообещайте своим близким, что вы купите картошки столько, сколько надо. Я попросила у мамы прощения и сказала, мама, ты меня прости, но я не буду тебе помогать садить картошку, потому что я хочу, чтобы ты была здоровая. Я хочу, чтобы ты не стояла вот в позе, как сейчас на картинке, а красиво, красиво, в общем-то, жила. И для этого я тебе просто вот прошу, давай один год не посадим картошку. И вы знаете, мама меня послушала. Конечно, мы долго боролись с бабушкой, но мы ее победили вместе с мамой, потому что она меня уже поддержала. И вы знаете, я поняла, что в Арифлейм для того, чтобы преуспеть, нужно спонсировать, потому что продажи, они дают медленный такой, ровный абсолютно доход. А спонсирование, оно медленнее идет, но если оно уже начинает подниматься вверх, то ваши доходы, они не прекращаются, они не иссякаемы. Ну, представьте, если в этом бизнесе можно поработать 3-4 года, серьезно, то можно хорошенечко уже, можно сказать, чувствовать себя пенсионером, потому что работать много не нужно, поддерживать только свою достаточно активность, обучаться, поддерживать действующих консультантов, и у вас будет солидный хороший доход. Вот буквально недавно, вчера, я встретилась с одной из своих сотрудниц, с которыми работала на заводе. И она сейчас уже в возрасте, буквально вот через год она собирается на пенсию. И вы знаете, какая она была счастливая, когда мне рассказывала про пенсию, что год, уже через год я ухожу на пенсию. А как твоя жизнь сложилась? Ты все еще там? В косметике, как она сказала, да? Я говорю, да нет, ты знаешь, я уже не в косметике. Я уже на пенсии. Я просто по-другому не могла ей ответить. И здесь она удивилась, она говорит, как? Тебе же еще около 40, какая пенсия? Я говорю, ты знаешь, благодаря этой косметике я уже хорошую пенсию имею. Такую, что тебе, в общем-то, и как, ну, ты даже такое, в общем-то, и не мечтаешь. Могу уже не работать, а иметь хороший доход. Но очень люблю эту профессию, очень люблю общение с людьми, несу ответственность и уважаю тех людей, которые пошли за мной. И вот благодаря этому, ты знаешь, у меня такая пенсия, что можно каждый каталог покупать путевку куда-нибудь в теплые страны. Ну, к примеру, на Гуа или в Таиланд куда-нибудь. И вы знаете, к ее удивлению, она молча стояла, наверное, около минуты. И вот я понимаю, что моя жизнь стала не такой, как у всех. Что я что-то сделала такое, что помогло мне иметь это все. И вы знаете, на помощь мне приходили трудности. Трудности это то, что нам помогает двигаться дальше от одной ступеньки лестницы успеха к другой. И знайте, что если в какой-то момент вы испытываете трудности, ну, к примеру, вас не понимают близкие, потому что, когда я только пришла домой с первой своей встречи, я была действительно воодушевленная, у меня был первый каталог в своей жизни. Муж мой поулыбался и сказал, ну что, тебя, говорит, завербовали? Я говорю, да завербовали, говорю. Но я понимала, что я уже не так думаю, как он. Мое мнение уже меняется. Потом, конечно, он не всегда меня понимал, что я делаю, почему я ухожу вечером, куда я ухожу вечером, почему порой в моем кошельке пропадают деньги, а появляется косметика в ванной комнате. Он часто очень, ну, злился по этому поводу. Но вы знаете, однажды просто я поняла, что не всегда будет так, что вот прям он поймет все. Поймет, скорее всего, тогда, когда будет первый результат. И первый мой результат, который я ему показала, через два года я купила первый свой, первый автомобиль из салона и попросила его помочь мне его пригнать из Минска. Так как, знаете, как, ну, как женщина боялась, думаю, если вот я его поцарапаю, да, или там как-то сломается в дороге, а думаю, не на кого будет пенять, поэтому, думаю, наверное, лучше его попросить. Ну, если что, хоть можно на кого-то поругаться тогда. Поэтому, вы знаете, трудности еще бывают в чем? Трудности, когда не приходят люди. Да, это нормально. В этом тоже есть своя статистика. Приглашал 10 человек, дошел один. Сначала статистика маленькая, ну, такая большая в плане, да, то есть 10 пригласил, один дошел. Но с вашим опытом каждый раз статистика будет уменьшаться. сейчас из десяти доходит восемь, потому что я не открываю информацию, что я вам буду делать на этой встрече, да, то есть, к примеру, я приглашаю там на мастер-класс. Я не говорю, что я вам расскажу, вот покажу, вас накрашу. Я говорю, вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело как у молодой красивой женщины хотя бы двадцати лет? вы хотите знать, как лицо содержать в таком порядке, чтобы оно в сорок было, в общем-то, на зависть двадцатипятилетним? Если человек говорит, да, мне интересно, я говорю, ну что ж, тогда я жду вас на встрече, да, и начинаю назначать какой-то день. Поэтому были трудности и такие, когда я не понимала, почему люди говорят, да, что они придут, а потом не приходят. Это нормально. Это просто человеческий фактор. Это нужно принимать и понимать, что вот те девяносто процентов людей, они так живут. У них нет будущего в завтрашнем дне. Они действительно сегодня могут сказать, да, а завтра их мнение могут изменить просто какая-то соседка, которая, ну, которая варит борщ даже по-другому. И я всегда вот спрашиваю, когда мне, знаете, приходят иногда партнеры. Сегодня они в бизнесе, а завтра они уже не в бизнесе. Я говорю, что же повлияло на твое решение? Они говорят, вот вы знаете, моя соседка, вот она мне рассказала, вот она была уже в Reflame, у нее там не получилось, и вот она мне рассказала, как вот, что вот это не стоит это делать, да, и я вот подумала, что нет, это не для меня. Я, вы знаете, может быть, сейчас скажу грубо, но зато честно. И я говорю, послушайте, вот ваша соседка вот борщ варит точно так же, как и вы? Нет. Я говорю, а сексом она занимается тоже так же, как и вы? Она говорит, ну, не знаю. Я говорю, так зачем тогда слушать соседку вот в таком серьезном деле? да, она по-другому, она совсем другая женщина, она не может быть такой, как вы, понимаете, у нее темперамент другой, не получилось у нее, а у вас получится. Вот моя-то соседка, которая меня приглашала, у нее не получилось, потому что, ну, может быть, лень сработала. Но каждый раз, когда я закрываю новое звание, я выбираю самый огромный букет из того, что мне дарят. приношу ей, говорю, спасибо тебе за то, что ты пять раз меня приглашала, за то, что ты переживала, за то, что ты тратила, вот, в общем-то, свою нервную систему на меня. Спасибо тебе. И вы знаете, она всегда, каждый раз, глядя на меня, она говорит, как я горжусь тобою, что вот ты такая пришла, а я вот почему-то не смогла. И вы знаете, трудности нас только закаляют. Вот просто только закаляют. Это нормально, если у нас есть трудности. Потому что, если бы не было трудно, было бы неинтересно, абсолютно неинтересно. Вы знаете, когда приходит новичок ко мне, я бы хотела, чтобы вы сейчас приготовились, взяли ручки и листики, потому что мы сейчас с вами проведем один тест. Один тест, который позволит вам сейчас сразу же получить ответ на вопрос. Ваш это бизнес или не ваш? Ваше это дело или не ваше? Есть ли у вас мечта? И что вам делать дальше? Вот сейчас этот тест вам сразу же поможет. Вот смотрите, для того, чтобы в бизнесе все получилось, есть ресурсы. Ресурсы, без которых просто не справиться. напишите вот эти все слова у себя в столбик. Вот знания, деньги, люди, идеи, время и энергия. Но знание, это знание, как правильно общаться с людьми, как приглашать, как продавать продукцию, как самому пользоваться. Деньги, ну, это вложение в себя, покупки продукции, да, то есть вот, ну, если у вас деньги, чтобы даже купить элементарное средство по уходу за лицо. Люди, люди, это, есть ли вокруг вас люди, которым вы не безразличны и они вам не безразличны. Вы ставьте плюс или минус, вот я вам сейчас говорю, а вы над каждым словом ставьте плюс или минус. Идеи, вот, к примеру, что такое идеи? И под идеями я подразумеваю, вот, есть ли у вас идеи, хотя бы, как вы можете подойти к новичку, там, к человеку и отдать ему каталог? Или, к примеру, есть ли у вас идеи, куда вы будете приглашать людей? Как вы будете, не в чат ставьте, а просто ставьте на листик себе сначала, Екатерина. Дальше, время. Есть ли у вас время для этого бизнеса? Ну, если у вас есть 2-3 часа в день для начала, это просто будет сказка. И есть ли у вас энергия? Что такое энергия? Ну, это, когда вас ночью разбудят, а вы с горящими глазами расскажете о своей мечте. Когда вы действительно на работу приходите и рассказываете людям, которые вообще не понимают, что надо мечтать, да, а вы им рассказываете о своей мечте. Вот это есть энергия. А теперь поставьте, а теперь поставьте, пожалуйста, цифру, сколько плюсиков у вас получилось. Давайте в чат сейчас поставим цифру, сколько плюсиков у вас получилось. Так. Так, вы вообще все молодцы. Смотрю, прям такие бойкие. О, 5, 6, 4. Молодцы. Отлично, девочки. Ну, кто написал, кто проходил этот тест, сейчас делал, да, то есть 5, 6. Если у вас больше трех плюсов, то этот бизнес для вас, то этот бизнес вам поможет выйти на другой уровень жизни и поможет вам стать богатым человеком, грамотным в этой жизни. Но если у вас много минусов, то тогда подумайте о своих мечтах и подумайте, что вы можете в жизни в этой иметь. То, чего вы еще никогда не имели. И может быть, стоит помечтать, может быть, стоит выбрать правильную мечту, потому что только лишь мечты нами двигают. Вы знаете, одна из моих мечт это было путешествие. И я очень часто на встречах, когда провожу встречи, слышу такую фразу «не в деньгах счастья». Я когда провожу встречи по бизнесу, рассказываю, какие деньги можно заработать от компании, и некоторые женщины говорят, ой, вот все, о деньгах, о деньгах, а разве в деньгах счастье? Могу вам честно сказать, вот давайте не будем врать друг другу. В деньгах счастье. Я говорю, если вы считаете, что не в деньгах счастье, тогда получите зарплату и раздайте ее людям на улице. И посмотрим, будете вы после этого счастливые или нет. Если не будете вы после этого счастливые, тогда знаете, ваша теория не работает, а работает моя теория. Да, действительно. Давайте посмотрим, что заключается в наших деньгах. Ну, представьте, вот дети, у вас есть дети, многие из вас поставили плюсики, что у вас есть дети. Вот представьте, что наступило лето, соседский ребенок поехал вместе с семьей куда-то на отдых за границу к морю, а вы своего к деревню отправили к бабушке. Вот больно ведь, правда? Или в городе оставили его дышать токсичными выхлопами, правда? Ведь загазованность есть в городе. И вы понимаете, да, может быть, есть развлекательные центры, на которые вы отжалеете раз в месяц, дадите ему денег, куда он сходит. Да, может быть, он сходит на дискотеку, потусуется, а может быть, его отправить куда-то в другие страны, где очень много есть интересного. Это очень важно. я очень люблю эти фотографии, которые вы сейчас видите, потому что здоровье детей и здоровье семьи тоже, к сожалению, да, зависит еще и от денег. Потому что даже, чтобы покупать хорошую, достойную витаминной продукцию, к примеру, продукция wellness, для этого тоже нужны деньги. для того, чтобы, когда вы путешествуете вместе с детьми, завести им купить, в duty free, завести их купить хорошую конфету, для этого тоже нужны деньги. Как же не в деньгах счастья? Конечно же, в деньгах. А еще я задаю один вопрос. Хотели бы вы жизнь прожить так, как прожили ваши родители? Вы знаете, с левой стороны от вас ровесница моей мамы. Это наша вот знакомая. А вот с правой стороны от вас это моя мама. И я благодарна Богу за то, что она меня услышала, за то, что она пошла за мной. И знаете, если у вас есть мамы, обязательно их пригласите в бизнес, потому что они расцветают в этом бизнесе, и они на пенсии становятся другими людьми. У них появляется интерес. И вы знаете, каждый год я своей маме дарю путевку куда-нибудь, в какую-нибудь страну мира. В этом году мы уже купили путевку, и мама едет вместе с нами, вот мы едем в Кушедасе, это Игейское море, прямо в июле месяце. А вот здесь фотографию, которую вы видите, мама как ребенок на Красном море, да, вместе с нами, и она ныряла, доставала ракушки прямо с дна моря. Я никогда бы не подумала, что моя мама будет таким заниматься. Поверьте, если вы хотите увидеть маму совсем в другом обличье, как ребенка, подарите ей путевку куда-нибудь на море, где она сможет поправить свое здоровье. Понимаете, ваши мамы могут прожить жизнь абсолютно по-разному. Они могут прожить, как эта женщина с левой стороны, и как моя мама с правой стороны. Потому что мама, вы знаете, какую я испытывала гордость и наслаждение и удовольствие, когда я дарила маме путевку, когда я принесла ей путевку, говорю, мама, я хочу тебя пригласить, чтобы ты поехала вместе с нами. Вы знаете, она даже заплакала и говорит, мне неудобно, мне неудобно, потому что я знаю, что это не дешевая поездка, и я знаю, что у тебя есть дети, которых ты можешь свозить. Я говорю, мама, если бы не ты, не было бы меня. Поэтому я хочу, чтобы ты как можно дольше прожила эту жизнь. И я хочу, чтобы мы с тобой прожили ее совсем по-другому, не так, как наша бабушка. Давай покажем нашим детям, ты своим внукам, а я своим детям, покажем хороший пример, как в этой жизни можно жить, не перебиваясь копейки на копейку, а жить красиво. Действительно красиво. Поэтому, вы знаете, я этим слайдом хотела вам показать, что никакие деньги заработанные не будут в удовольствии, если вы не будете позволять себе это удовольствие, себе и своим близким. Пригласите мам, сестер, своих близких друзей обязательно в этот бизнес. И предложите им не просто прийти в Арифлейм, а предложите им нечто большее, свою любовь, свою дружбу, свое внимание, потому что ведь это самое-самое дорогое то, что у нас есть. Я очень люблю получать удовольствие от жизни и знаю, что успех это сознание того, что ты переборол страх и сумел хоть и позже перестроиться и найти новое направление в жизни. Вы знаете, я очень люблю страны жаркие посещать. Я посетила уже шесть морей абсолютно разных и один океан. Более одиннадцати странов уже есть в моем багаже. Я простая рабочая женщина, я всегда это говорю. У меня нет высшего образования. Но я очень уважаю тех людей, которые имеют это образование. Но мне очень жаль смотреть на них, когда они не могут применить это образование, потому что время сейчас поменялось. Время действительно другое сейчас. и если раньше в цене были рабочие с двумя образованиями, то сейчас в цене люди предприимчивые и креативные. Поэтому вы знаете, я поняла, что в жизни нужно просто успеть применить все те знания, которыми мы наполняем себя. Ну, вот еще одну из фотографий вам покажу. Это моя средняя дочка, внук и моя мама, а муж нас фотографирует. Мы тоже отдыхаем вместе, и я очень люблю свою семью. Если вы действительно тоже любите свою семью, то я думаю, что вы найдете много аргументов для того, чтобы справиться с трудностями и для того, чтобы дойти до вашей цели. Часто в нашей команде, не часто, а ежегодно в нашей команде проходят всевозможные мероприятия командные. Командные мероприятия, они, как правило, сплачивают и для того, чтобы закрывать звание, либо для того, чтобы наш бизнес состоялся, мы должны понимать, что это командный бизнес, и как-то люди должны к нам тянуться. Одной из фишек, которыми я с вами сейчас поделюсь, это то, что я организовываю для своей команды всегда позолоченные конференции от себя. То есть какой-то промоушен, какая-то акция объявляется на всю команду, и лучшие из лучших едут по льготной цене, о которой я тоже договариваюсь, в какую-то выбранную из страны. Вот здесь мы на Красном море, у наших ног написано Арифлейм, Арифлейм выложен из полотенец, из очков, из лаз, здесь, может быть, не совсем так отчетливо видно, но насколько вы видите, что мы все абсолютно разные, но объединяет нас одно, это желание быть лучше, быть здоровым, и жизнь прожить яркими, яркими красками. вы знаете, для меня Арифлейм сейчас это действительно огромный, сильный инструмент, благодаря которому можно улучшить жизнь. И если сейчас говорить о том, насколько можно, ну, какое предпочтение сейчас можно отдать тем профессиям, благодаря которым хорошо можно заработать, то я могу так сказать, что Арифлейм стоит на первом месте, потому что такие доходы, которые платят, такие деньги, которые платит компания, не заплатят ни на одном заводе, потому что либо заводы становятся на свой счет, да, на несколько дней, чтобы вот не были большие доходы, либо просто очень маленькие тарифные ставки, насколько я знаю. Я знаю, что, я так понимаю, что здесь основной поток это минчане. Возможно, в Минске немножко дела обстоят лучше, ну, как на периферии, но, насколько я знаю, что даже экономисты с института получают не огромные деньги, где-то 3-4 миллиона. Ну, что такое сейчас 3-4 миллиона для молодого специалиста? Это просто гроши. Это просто гроши. 3 миллиона это даже просто 200 долларов, грубо говоря. Не только Минчане, не только Беларусь. Замечательно. Я очень рада. Если вы напишите сейчас в чат, кто из какого города, мне будет вообще очень интересно и, как говорится, познавательно с вами сейчас беседовать. Жлобин, отлично. В Жлобине я, кстати, была. И проводила там даже тренинг. Минск, Брест, Минск, Обрин. О, как вы разношерстная прям аудитория. Молодцы. Могилев, Ивацевичи. Супер. В Могилеве была тоже, вот выступала, не везде еще даже была. Витебская область. Витебск очень люблю. Мозырь. Отлично. Спасибо, девочки. Вы подготовьте какие-то вопросы, потому что моя презентация сейчас уже будет заканчиваться. Подготовьте вопросы, которые вас интересуют, и я на них буду отвечать, чтобы у вас еще было возможно со мной пообщаться немножко. Ну, а в конце, конечно же, я хотела бы вам сказать, знайте, что время не любят, когда его тратят в пустую. Обязательно сядьте со своими спонсорами, проговорите, проговорите все эти действия, которые вы будете делать. Если нет вашего спонсора рядом, поговорите с ним по скайпу, пообщайтесь, потому что можно даже одному при помощи инструкции спонсора начинать этот бизнес понемножечку, понемножечку продвигаться. И помните то, что я вам сказала в самом начале. Победят в этом кризисе, да, то есть если вы сможете вот как улиточка медленно, потихонечку, уверенно, да, мягенько так, прогибаясь под всеми неурядицами дойти до вашей мечты, то поверьте, ничего больше, никакая проблема или трудность в жизни вас больше не сломает. Этот бизнес, он действительно для сильных людей, этот бизнес действительно для умных людей. Спасибо, уже ваши вопросы вижу, пишите, как вы совмещали бизнес и воспитание 900-граммового ребенка? Ну да, действительно, 900-грамм это серьезная заявка на жизнь, понимаете, да, ребенок без иммунитета, ребенок болезненный постоянно, поэтому в основном, конечно, помогал муж, да, то есть тыл, как я говорю, тыл прикрывал всегда муж. я приходила с работы, расписание мое выглядело вот так. Я работала в три смены и по текущему графику, поэтому с первой смены я приходила, мне нужно было поспать хотя бы 30 минут, потому что если я не поспала, вот, ну, уставшая просто, да, 30 минут, то, ну, это просто на офисе никакого смысла нет от меня, поэтому я заводила будильник на 30 минут ровно, ложилась спать, вот прям в комнату закрывалась, ложилась спать, когда-то успевала засыпать, когда-то нет, но я вставала очень бодренько, я шла на офис и там уже до победы, то есть до 9 часов. Если я во вторую смену, да, то я, как правило, в основном работала на телефоне, приглашала и бегала по клиентам, да, то есть вот показывала каталог. Если в третью смену, то, конечно, после того, как отосплюсь иду на офис и опять же продолжаю работать. Выходных у меня вообще не было практически, то есть выходной я себе делала тогда, когда просто устала уже, да, и тогда вот отключу телефон и день, позволяло один день себе, я сейчас позволяю себе один-два дня отдыхать, но я просто если отдыхаю, то я уже, конечно, включаю телефон и знаю, что, ну, единственное, что отдыхаю я, конечно, раза 4 в год как минимум, поэтому в основном я упор делаю на отдых где-то. Вот. Ну, а муж, конечно, всегда ворчал, был с ребенком, как говорится, были даже такие дни, когда я не успевала кушать, приготовить и просто, знаете, как, как настоящий сетевит, да, пишешь записку пельмени в холодильнике, отвори себе и детям, сметаны добавьте, да, то есть лучка туда посыпьте и съешьте. Ну, да, приходилось, как говорится, начинать с этого. Сейчас, конечно, у нас очень много возможностей, потому что есть мультиварки, пароварки, да, куда можно просто бросить, там, я не знаю, каши, той же самой, супа сварить и самое главное, это научить мужа пользоваться мультиваркой, поэтому я сейчас просто счастлива, потому что мужу моему очень понравилась готовка в мультиварке и я практически вот к приготовлению пищи абсолютно, ну, не подхожу, то есть, если только по выходным дням, когда у меня есть настроение. Значит, работала раньше я не через интернет, потому что, девочки, 11 лет назад интернета не было, даже не было телефонов. На 15% я купила себе телефончик, подключилась, помню, на лайв, на диалог тогда еще, и купила себе бэушный компьютер за 200 долларов, это были для меня огромные деньги, денег не было пойти учиться на интернет, в общем-то, ну, какая даже разница, интернет, в принципе, просто даже пользоваться компьютером, поэтому компьютер я изучала сама, методом, как говорится, научного тыка. Сейчас я хочу сказать, что я работаю 50 на 50, 50% в интернете, 50% в живую, но все равно интернет-знакомство я всегда перевожу в офлайн, потому что привыкла работать лицом к лицу, но вебинары учу очень быстро людей проводить, потому что это тоже очень важно, вебинары у нас абсолютно на разные темы, и на темы wellness, и на темы бизнеса, и по продукции, то есть абсолютно разные. Так, муж тоже, наверное, директор и работает вместе, какие основные методы работы? Нет, муж мой не директор, слава богу, одного директора дома хватает, а муж мой менеджер, потому что глядя на меня, он решил тоже строить свой собственный бизнес, зарегистрировался, не все сразу получается, это самый такой недоступный мне консультант, который все время говорит, я сам, я сам, нечего мне тут мою славу отбирать, ну, у него-то бывает, знаете, волна, он работает, потом он, волна не работает, потом у него получается, потом не получается, но он в основном, конечно, дома помогает мне технически, потому что вот сейчас через какое-то время начнется вебинар у нас, и я сейчас в офисе, а он дома, и технический продюсер он там, поэтому я уже буду сегодня выходная, уже у меня сегодня конец рабочего дня. Какие основные методы работы, основной метод работы, это мастер-классы, спа-процедуры, визаж и, конечно, велнес-клубы, да, то есть в основном вот такой метод работы, я очень люблю общение, как я уже говорила, вживую, в интернете, честно говоря, в последнее время очень мало нахожусь, потому что от большого потока людей немножко устала и решила сделать какой-то такой перерывчик, ну, пока закрывается новое звание, я вот немножко решила, ну, так, расслабиться, передохнуть, потому что все нормально, идет стабильно, и я поняла, что надо когда-то и наслаждаться тем уровнем и тем званием, которое ты закрываешь, и могу честно сказать, что чем выше звание, тем легче оно закрывается, поэтому стремитесь быстрее к своему первому директору и растите уже сразу же директоров. Дальше. Как совместить работу и в рефлейм? Ну, в общем-то, я уже немножко вам сказала, это, конечно, трудновато, но я сразу себе дала такую установку, что работаю я до 18% и ухожу, ухожу официально с работы. Ну, сейчас я, допустим, своим предпринимателям всем говорю уходить с 22%, но уже больше доход, и как-то у них более осознанно. Я это сделала на 18% и со страху за один каталог сделала 22% сразу же, потому что очень боялась, что останусь без денег. Останусь. Поэтому, ну, попробуйте тоже, да, вот, напишите на... А, знаете, как у меня хороший метод, есть подход, я так делаю, к некоторым людям, которые боятся, да, то есть вот боятся, что, возможно, у них что-то не получится. Я говорю, давай так, ты пишешь заявление на увольнение, вот прямо здесь в офисе пиши, там, как обычно пишется заявление на увольнение, и дома ты его вешаешь на стенку, и мы с тобой договариваемся. Я тебя координирую, мы с тобой работаем очень плотно, я, конечно, очень помогаю, потому что помогаю даже в приглашении людей на первых порах, помогаю в проведении мастер-классов на первых порах, конечно же, да, и говорю, давай с тобой договоримся, вот если там к третьему каталогу ты выходишь на этот уровень, ты берешь это заявление и нот несешь, а если ты не выходишь, тогда мы с тобой расстаемся, мы остаемся ты себе, я себе. Ну, то есть их очень мотивирует, и они, ну, боятся, что я, в общем-то, оставлю свою такую опеку над ними, и делают все возможное. Самый быстрый рост 22-процентной ноги, которые выросли у меня сейчас, вот, это, ну, вот за 4 каталога из 12 процентов за 4 каталога 22, да, то есть и это основной метод, это мастер-класс, да, то есть, ну, мастер-класс у нас уже в день, знаете, я не знаю, сколько людей переворачивается, ну, потому что они работают командой, около 20-30 человек за день переворачиваются на мастер-классе, а я им здесь уже на подхвате, там, на беседу с людьми, то есть, кого-то там бизнес и начал интересовать, мы, не ко мне, ну, то есть, вот таким вот основной, это метод. А вы когда зарегистрировались в Арифлейм, где-нибудь еще работали, или, или относились к мужу в вашей работе в Арифлейм? Да, я работала, я работала химиком, как я уже говорила, в лаборатории, по текущему графику в три смены. Как муж относился, а никак не относился, да, то есть, были даже дни, когда были скандалы, и, знаете, я сказала просто ему такую фразу, после которой он перестал скандалить. Я вот пришла однажды, вот уже вот он, вот, пришла, там поздно, там тролливали, и я говорю, так, давай так, сразу с тобой договоримся, значит, я не гуляю, не гуляю, наркотики не употребляю, не употребляю, не пью, не курю, это уже радует тебя, я так понимаю, да, значит, я хочу изменить, вот, финансовое состояние семьи, это два, то, что ты в это не веришь, это твои проблемы. Давай с тобой договоримся так, ты мне не мешаешь, полгода, вообще вот, не мешаешь, дашь мне сделать результат, да, то есть, если ты мне мешаешь, то есть, начинаешь вот эти вот возникать там свои всевозможные рассказы, там, что тебе не нравится, и так далее, там есть я не приготовила, помогай, помогай как можешь, помогай дома, убери, в конце концов, что тут такого, возьми пропылесось, помой пол, ну, мы все люди нормальные, с руки есть, ноги, все, голова, я говорю, но если ты против, я брошу, я брошу прямо сегодня, но, завтра, ты пойдешь мне купишь машину, и шуму, такую, какую я хочу, если ты не можешь это сделать, тогда лучше не мешай, будет плохо, ну, понимаете, что кому-то можно так сказать, кому-то так нельзя сказать, это все зависит внутри семьи, поэтому я думаю, что каждая из вас, как умная женщина, найдет подход к вашему любимому мужчине, ну, и еще такую фишку вам скажу, я, у мужчины вообще есть две кнопки, одна кнопка вкл, а вторая выкл, поэтому, если только мужчина что-то не понимает, сразу же делаем выкл, а если понимает, делаем вкл, вы сейчас все, наверное, поняли, о чем я сказала, поэтому пользуйтесь этими двумя кнопками, это у женщины там целый компьютер, у нее очень много кнопок, у нее там программ очень много, а у мужчины нет, у него все попроще, поэтому с мужчинами гораздо легче договориться всегда, чем с женщинами. Сколько лет я шла до директора? Три года. Не до конца стерся предыдущий вопрос, звучит, как муж относился к вашему бизнесу, ну, девочки, я уже повторюсь, никак. То есть у него, да, муж просто пусть не мешает, потому что на самом деле, на самом деле, это наша жизнь, и я считаю, что если сошлись два человека, полюбивших друг друга, то в первую очередь они должны уважать друг друга, и мнения другого человека должны, ну, уважительно к нему относиться, простите, да, если муж говорит, мне неинтересно то, чем ты занимаешься, тогда у меня большой вопрос, интересно ли я как женщина, и вообще как человек, как личность, и я считаю, что выйдя замуж или женившись, люди должны дальше продолжать, прогрессировать, развиваться, носить какую-то лепту свою, да, чтобы вырастить грамотное потомство потом, а просто сесть, знаете, тупо ходить на работу, тупо работать, чтобы можно, чтобы прокормить семью, ну, это уже не жизнь, это просто выживание, надо что-то думать, надо как-то предпринимать какие-то действия для того, чтобы, ну, чтобы в жизни что-то поменялось, для того, чтобы жить лучше, или вы готовы жить, как ваши родители, а уже к 50 годам поехать, на дачу садить картошку, вот так вы запланировали свою жизнь, если не так, ну, значит, тогда надо по-другому как-то вам, вот. Так, прибегаю к такому, отлично, вот, да, кто-то уже прибегает к такому методу, оказывается, узнают. Ну что, девочки, буду рада, приглашайте, да, буду рада, как говорится, встречи с вами вживую, потому что все-таки, как ни крути, но я люблю живое общение, когда глаза в глаза, но даже уже по вебинарам я уже настолько привыкла, вот мне кажется, что я вас всех абсолютно вижу, и вы меня тоже, потому что, когда человек говорит от сердца, то до сердца и достает, поэтому я надеюсь, что я достала до вашего сердца и немножко поменяла ваше сознание. Действуйте, будьте всегда успешными, будьте, будьте не такими, как все, если люди все идут в одну сторону, подумайте вообще, нужно ли вам идти в ту сторону, может быть, вам в другую нужно в сторону, вот, и, знаете, на работу вы всегда сможете устроиться, и работать вы сможете всегда, а вот жить в удовольствии и при этом хорошо зарабатывать вместе с Арифлейм, так получится не у каждого, поэтому, знайте, если у вас получилось хоть немножечко подняться по лестнице успеха, хоть сделать даже 200 баллов, то знайте, что на дване горит звезда, и, значит, вам в этом бизнесе обязательно повезет, и обязательно у вас все получится. До встречи, до встречи на следующем вебинаре, на следующих наших мероприятиях, компаний, буду рада с вами познакомиться, подходите, здоровайтесь, потому что вы меня видели, а я вас еще нет. Буду очень рада с вами встречаться. До встречи, до свидания, до новых встреч. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова